Я вот сегодня была у Романа Алябьева, а теперь хочу его потестировать. Всем привет, друзья! Смотрите интервью с Анной у меня на канале. Так, теперь к себе вопросы. Ну давай расскажи, как вообще жизнь в России, не пожалел ли ты? Потому что, наверное, всех это вопрос волнует. Да, вот как видишь, все классно, наслаждаюсь жизнью, наконец-то. Ты знаешь, самое главное – это жить сегодня, здесь и сейчас. Это то, чего в Германии тебе не хватало никогда. Ты все время что-то ждешь, ждешь. Как будто ждешь действительно, что вернешься домой. И вот когда возвращаешься по-настоящему, тогда ты обретаешь такое спокойствие душевное. То есть ждешь, наконец, когда ты будешь жить нормально, можно сказать так, да? Это да. Когда ты будешь дома, понимаешь? Когда ты вернешь и домой, смысл такой, да? Да, и все. И главное, что здесь все свои. И вот я вчера на стриме у себя говорил, раньше из Германии, вот когда было, да, я выхожу из дома. Вот я всегда парковал свою машину прямо у входа в подъезд, понимаешь? Чтобы радовало глаз. У меня был хороший такой добрый немецкий Мерседес, все было классно, и класс, все, да? То есть я выхожу сразу, сажусь, вроде все комфортно, все было нормально, да, деньги есть, все. Все, семья есть, мне ничего не надо было такого, знаешь, я нуждался. А на душе было погано, плохо было, понимаешь? Неприятно, тоскливо как-то. Вот, у меня, кстати, тоже один друг тоже как-то рассказывал, купил тоже новую машину, классный Мерседес, все. Подъезжал домой, плакал, сидел в машине. Вот такое бывает. Я тебе на полном серьезе говорю. Причем. Вот просто люди грустят там, это грусть, это, я даже не знаю, такой букет смешанный с ностальгией. Золотая кредка получается, да? Да. Красивый фон. Да. Так, на чем мы остановились? На золотой клетке, да. Да, был аквариум, а потом стал террариум после этих событий, когда люди стали приезжать со всего мира, да? Понятно, вот русскому человеку нужно жить дома, не надо быть в гостях всю жизнь. Можно поехать за опытом, знаешь, за деньгами можно поехать. Я тоже так сказала у себя, что путешествовать классно, можно обмен опытом устроить себе. Все остальное там, учиться, приехать там в разных университетах, посмотреть, как люди живут, себя показать там, да? Но жить... Всю жизнь быть иностранцем, всю жизнь быть чужим, надо возвращаться домой, и те люди, которые в 90-е уезжали ради детей, уезжали на Запад, сегодня они ради детей должны возвращаться домой. У меня такая же была причина. Я думала, что я дам детям европейское будущее, а теперь я вернулась ради детей в том числе. Да. Одна из причин. И дать им нормальное будущее, светлое, здоровое, без всех этих болезненных, их новых законов и приколов. Ну иначе они вырастут немцами просто. А кто будут твои внуки? Я вот как-то задумался, а вот мои внуки на каком языке будут говорить. Я стал сомневаться. По поводу русского понятно, вряд ли, но может быть даже не на немецком. А хотелось бы, конечно, чтобы говорили по-русски, поэтому лучше увозить их оттуда. А теперь у нас в Германии канцлер Шольц. Чей он внук? Это вот. Ну вот, и мы и таких же получим. Дети за родителей, конечно, не отвечают. Но они же раз в этой среде. И неспроста все это. Ну плюс генетика, наверное, тоже наука серьезная. Ну генетика, да, но как-то же они так воспитали, чтобы целая орда пошла за Гитлером. Вот мне просто интересно. Вот меня заставь коза кем-то пойти сжигать людей в концлагерях. Кстати, эта тема очень сложная. На самом деле, люди сами по себе, конечно, подвержены. Ну я вот такой вывод сделала с общения. А многие, кстати, в то время они не понимали. Но это на самом деле тема для трехчасового ролика немножко другое. Да. Самое главное то, что мы сейчас живем, и люди, которые там находятся не в душевном комфорте, ничего не ждите. Возвращайтесь на родину. И не бойтесь, самое главное. Я думаю, что... Ну страхи у всех есть, конечно. Все равно присутствуют. Да, но страх это оружие дьявола, на самом деле. Мы из-за страхов теряем всю свою жизнь. Да, мы теряем и драгоценное время. Да, время самый главный ресурс, свобода. Вот поэтому с Божьей помощью переезжайте домой, на родину, возвращайтесь. А посмотрите, сколько интервью. И сейчас вот на канале у Анны сколько будет информации. На моем канале переходите, сколько интервью. Вот Татьяна, в которой я брал интервью, 100 евро было в кармане, приехала в Москву. Переехала после 23 лет жизни в Висбадене, в Германии, она вернулась в Москву. И живет здесь, и счастлива. Посмотрите, как она сияет, смеется, улыбается. И не верят, люди пишут в комментариях, это все российская пропаганда, вам за это заплатили. Здесь так спокойно, не тот руй, немецкая, совсем другой руй. Не после 22 шуметь нельзя, и полица тебя вызовут. А тут имеется спокойствие душевное, что ты у себя дома, тут так хорошо, так по кайфу просто, не знаю. Оно вроде как бы везде движение, да, и шум есть, а тебе приятно, тебе хорошо. А там в Германии такая, там кладбищенская тишина, там такое все. Собака гавкнет, и то в события. Да, есть такое дело. Так что, короче, ты на своем месте, да, здесь? Да, я считаю, на своем месте. Причем Россия, я считаю, сегодня открывает свои двери действительно для всех бывших соотечественников из Советского Союза. Потому что я же родом из Украины, то есть я же не жил в Москве. Ты, получается, из Астрахани, ты тоже в Москве не жила. Но сегодня так сложилось в мире, что только вот Россия открывает как бы свой дом для всех людей. Ты, конечно, знаешь, островок нормальности, я теперь так называю это. Ну реально, островок нормальности во всем мире. Потому что здесь хоть какие-то ценности еще, даже и религиозные, и вообще, а остальное, смотришь, ну диву даешь, и что вообще происходит. В России, вот что важно, дети как дети, женщины как женщины, мужчины как мужчины. А вот в Германии часто идешь вот так по городу, и тебе навстречу кто-то идет, не понимаешь, кто это. То ли это бабушка, то ли это молодой парень, то ли это девочка или мальчик. Кто это, ничего не понятно, что происходит, понимаешь? И все больше и больше их становится. Мужик, да, вот мы сели в кафе, мужик в юбке проходит, два парня проходят, целуются. Эти лезвии, все татуированные, с пирсингом, фиолетовые волосы, это, конечно, просто верх красоты. Они так считают, потому что, значит, ничего не все это делают. И вот оставив свои детей там, мы получили в конце концов результат похожий. А, кстати, на самом деле, вот коренные немцы, вот особенно старшее поколение, они против вот этого всего, на самом деле. Но им никуда они не денутся, ничего не могут сказать. Я помню, был один такой случай, я стоял, это было в Сар-Брюкене, я ждал трамвай. Это был какой-то праздник городской, не помню, что точно. Значит, и стоит, значит, пожилая немка, такая лет 80, с внуком тоже ждет трамвай. И мимо на другой платформе проходит молодой мужик такой, лет 25-30, ну не помню, точно давно было. Это в году так, в 2009-м. И он был в такой шотландской юбке, шотландской юбке. Это как бы совсем другая история с шотландской. Он проходил и вот так сзади юбку приподнял, вот так вот, и показал голый зад. Просто мимо проходил, и все. И эта немка ему вслед кричит, ну как вы, как вам не стыдно, разве так можно делать, что же вы творите, посмотрите, здесь дети. Он останавливается молча, поворачивается к ней, вот к нам всем, поднимает юбку спереди и вот так вот машет. Вот, и пошел дальше. Вот, это вот такая история натуральная. Ну, были, конечно, вот люди немножко в шоке. Кто-то посмеялся, но пожилое поколение, мне их жаль. Знаешь, вот старая школа. Ты знаешь, я осуждала в свое время, когда Путин запретил гей-парады. Я думаю, как он смел, как он смел этих людей ограничить с собой. Теперь думаю, господи, какой молодец. Ну, серьезно. Причем, на самом деле, какой-то лютой гомофобии здесь нет. Да, нет, вообще, делай, что хочешь, только просто не пропагандируй, разные вещи. Да, просто, да, без того, чтобы на билбордах, на этой рекламе люди целовались. Вот еще вопрос такой очень, тоже волнующий. Мы даже, как бы, там, встречались с подругой, которая тоже и смотрит тебя, и сейчас мы так с ней познакомились, и меня. Она спросила, а на что живет Роман Алябьев в Москве? Это очень часто. Все хорошие вопросы, да? Я, знаешь, я так часто этот вопрос в комментариях слышу, на что я живу, что я в какой-то момент стал задуматься. Извини, как что мы лезем тебе в карман, но просто... Людей же интересует, на что же они будут жить, по приезду в Россию. Нет, я просто сам реально стал задуматься, так подожди, Откуда у меня деньги, на самом деле. Но фишка как раз заключается в том, что... Свадьба, да? Да, все наши ценности, традиционные ценности свадьбы, как свадьба. Все понятно, все безопасно, не страшно посмотреть. Не говори. Потому что в Германии иногда на свадьбу страшно смотреть. Просто я там и свадьбу видел, что мама не зовет. Особенно во Франкфурте есть центральная площадь на Альтштаде. Там часто расписывается, там старый Ратхаус. Вот как-нибудь кто там будет, посмотрите, что там творится, кого там расписываешь. На самом деле, конечно, мне YouTube очень сильно помог. Да? Да, мне YouTube приносит доход какой-то. Ну и так у меня всякие разные были всегда связи. Я же всегда занимался бизнесом. Всегда. Вот. И я понимал, для меня... Бизнес здесь, здесь в России или в Германии? В России и там, в Германии. И что очень важно, я знал, что я не хочу там жить, поэтому я там не брал кредиты. У меня никогда не было никаких таких кредитов, которые бы меня... Молодец, молодец. А я бы вот взяли, блин. Не-не-не-не, это на любителя такое. Я если бы взял там вот этот дом, машины, все эти... Люди же там, знаешь, многие гордятся тем, что они взяли дом в кориде. Знаешь, вот у нас... Не, ну слушай, смотри, мы же тоже взяли дом в кориде. Когда он стоил 170, теперь он стоит полмиллиона. Да, если есть возможность продать, лучше продать. Ну, конечно, мы так и делаем. Если есть, да. Сейчас в процессе продажи. Просто есть люди, которые понимают, в чем дело, они думают по-другому. Вот они взяли дом там за 170, плюс еще 50 тысяч взяли кредит на ремонт, на мебель, на все. Ну, это как-то глупо, честно говоря, потому что такие громкие деньги наши возвращать. Это же не бизнес-вложение, чтобы мебель тебе денег не принесет. Я не страшу всех кредитов, ни здесь, ни там, ипотечных особенно, потому что, когда не дают кредит, это дает тебе возможность развиваться. Я считаю так. Но вообще, конечно, они там держат эти кредиты. Ну, да. Ну, в общем, у всех разная своя стратегия развития. Я просто рекомендую... А у тебя в какой сфере бизнес? В продаже? Я всегда торговлей занимался. Да? Торговлей, да. Ну, и немножко консалтинг. Консалтинг в свое время тоже хорошие доходы приносил, но торговля, в принципе... Тебе хватает на жизнь в Москве? Нет, ну, ты же понимаешь, у меня амбиции совершенно другие, да. То есть, мне все время будет чуть-чуть не хватать. Ну, оно и там так не хватало, и здесь тоже. Нет, там такого нет. Там, знаешь, там же не так все доступно. Там рехнуги приходят гигантские. Да, да, штрафы, рехнуги, откуда не ждешь. У меня мужа хорошая зарплата, а нам никогда не хватало, только на его зарплату. Я тоже вот работала, и мы... Ну, мы, конечно, путешествовали, там, то, сё. Но, в основном, у нас так все жим-жим было. То есть, мы не то, что там что-то откладывали. Мы как раз таки все время не хватало. Ну, это дело такое. Там, на самом деле, я вот тоже вчера на стриме, когда созвонился, ребята говорят, вот один чувак говорит, на стройке работает, да. Вроде летом он получает 5 тысяч, но он работает что-то... Сколько? 180 часов в месяц. Ну, то есть, много. У него, говорят, что он дано очень много, да. И он говорит, все равно все деньги рассасываются. Речь я и говорю. Ты там заплати, там пришел налог, там пришел штраф, там пришел рехнунг, это налог на телевидение, радио, на какие-то машины там, да. Да, ну, это просто гигантские статьи расходов. А как они сделали во время пандемии, как они увеличили штрафы за превышение скорости, за парковки? То есть, все законы, которые можно было ужесточить, они ужесточили. Ужесточили. Все стало дороже. Я что-то мне на автобане, там я за полгода, за год на автобане и в городе оставил, там, я не знаю, там тысячи три евро штрафов. Я, видос, так не нарушаю, поэтому... Такие, а там, понимаешь, никак. Здесь вот ты едешь по Москве, я сколько вот ездил, да, тебе там приду, скоро камера, камера на 60, камера на полоса. А там нет, там наоборот, там наоборот спрячут ее. Понимаешь, на какой-нибудь ветке прикрутят штативы и все. Ну, как ты хотел, чтобы они тебе сообщали... Да, я хочу, да, в России, чтобы мне... Знаете, я один, я сколько здесь ездил, по Москве, да, один раз меня штрафовали, знаешь, сколько с меня списали? 200 рублей. Да. И никаких вот этих писем дурацких, которые настроение портят, мне там написали, мы с вас сняли 200 рублей, вы превысили. Как я превысил на 27 километров в час, на 27, в Германии меня бы опустили на 200 евро, знаешь. Да. Понимаешь? Нет, нет, здесь гораздо лояльнее. Мы пришли как-то один раз к родителям. Вчера еще знак нам не висел, а сегодня уже он висел. Причем вообще необоснованно. 55 евро, как с куста. У нас не было 8 минут, так они сказали, что у вас не было 8 минут целых. А дети спали. Вот как дотащи двух детей, которые спят, и дотащи их с другой улицы, где можно парковаться. Мы же чисто так вот, реально остановившись, детей донесли первый этаж у бабушки. Раз-раз поговорили, там вышли уже штрафы, 55 евро. Нет, там штрафы постоянно, на каждом шагу. За каждый чих. Ну, плюс все эти налоги, конечно, вся эта дичь. Вот они как раз, понимаешь, у них почему экономика так разогрета, почему она так работает, потому что люди вроде бы достаточно много зарабатывать, но это все сразу тратится, это все возвращается в экономику, это все по кругу. Если бы, типа, говорит, ваш там в Германии высокий уровень жизни, так мы же там тратим, не выезжая из Германии. Мы же там, не то, что мы там заработали пять тысяч евро, а тратили их там, где можно жить на тысячу. Мы же там же эти пять тысяч и оставили. Они не понимают, что, как бы, хорошие деньги, хорошо и тратятся там, потому что там все время что-то нужно платить, платить и платить и платить. Разве нет? Не так, что ли? Любой сервис, любые услуги там намного дороже. Ну и в США тоже они... Да, это там вообще другая история, там они десятками тысяч платят за все что угодно. Поэтому там и бомжей столько, на самом деле. Огромные счета за... приходят им за... сломанные руки-ноги по 15-20 тысяч долларов. Медицинские. Да, но тоже, это же огромный минус, например, жизни за границей. Ну, в Германии, кстати, точно хочу сказать, самое главное, это не болеть им, потому что там из себя сделают. Если ты обратился к врачу, то очень часто может еще хуже встать. Это же бизнес там, понимаешь? Ты приходишь как клиент, первый клиент, а из тебя сделают постоянного клиента. Вот и все. Поэтому... Вот у меня, кстати, я же когда... Мне было лет 16, мы приехали, мне было 14 лет. Да, 14 лет у меня было. Где-то в 16 у меня начала болеть спина. Вот обратите внимание, 16 лет у меня начала болеть спина. Вот меня не вылечили, я там пророжил, получается, больше 20 лет, меня не вылечили, мне никак там не помогали. А здесь ты ходил уже к врачам? Да, и к нескольким... Я ходил, но понимаешь, это настолько у меня старая проблема, то есть я так сильно это запустил, живя там, что я здесь это уже понимаю, что это совершенно другая проблема. То, что раньше можно было вылечить действительно там по уму за несколько... за несколько месяцев в России мне придется сейчас несколько лет это лечить. Но у меня здесь... Здесь, понимаешь, врачи тебя хотя бы слушают. Вот я прихожу... Я тоже хотел сказать, да, такие люди, как люди, они ты приходишь, говоришь, извините, да у меня там... Я не говорю про врачи, я сейчас хожу по документам же, там, они на нас встречают так, типа, что вы хотели? А ты говоришь, ну, блин, не могу-то разобраться, ну, помогите, пожалуйста. Ну, садись, садись, давай, что тебе сделать? И все, помогают, все делают, потому что они такие же, как и я. Мы говорим на одном языке, у нас один менталитет, это вообще, как сказать, свои. А там... что мне рассказывать, как собаки злые, никто там не лангзом не шпрехает, там только все быстрее, скорее, и на уровне уже от B2, а это уже совсем другой уровень, до этого уровня все доучиваются, вообще-то. Ну, на самом деле, важно отметить, что даже если ты идеально говоришь, ну, не идеально, а очень хорошо, у тебя все равно какой-то акцент, который тебя выдает. Само собой, да я даже не пыталась его скрыть, если честно. Да, плюс просто твоя внешность, твой... Глаза. Да, четкие, ясные, трезвые глаза, в отличие от стеклянных. Вот. То есть, ты все равно отличаешься, и понимаешь, вот я, допустим, где-то вращался, то есть, я-то говорю хорошо по-немецки, я там учился, да, я там вырос, вот, но они, так как они видят, что я чужой, я не свой, все равно отношение было такое, быстрее от тебя избавиться. Да. Вот и все, дальше ты чужой. Пренебрежение и какое-то отвращение небольшое, я не говорю, что там может быть большое, но какой-то типа, ой, опять эти приперлись с иностранцами. кто-то боится нас, кто-то высокомерно к нам относится. Скорее, высокомерно, вот. Высокомерно, высокомерно. Ну, тоже у них и стереотипы там, и постоянно, им же поливают, значит, вот эта пропаганда западная, постоянно в новостях, чтобы дискредитировать русский народ, постоянно им там по ушам ездят. А нам же говорили, что на Западе жить хорошо, нам тоже пропаганду делали, раз и нет. Не понял, какую, как? Ну, вот, например, мы же тоже выросли на всех сериалах, что на Западе жизнь великолепная, что там. 90-е, да? Американские фильмы, вот эти. Ну, и вообще, то есть, нам же говорили, что на Западе Кока-кола, там это, а вас вот ничего нет, вас там это. Ну, так вообще-то, и времена уже изменились, здрасте, приехали, здесь теперь и сейчас уже больше всего этого, чем там. Да в том-то и все и дело. Уже больше выбор. Да, действительно, нет, мы честно, как бы, трезво и адекватно можем сказать, что в России много проблем и тоже очень много минусов. а что в Германии нет? Это беспроблемная страна? Вот. Есть то же самое, есть еще и больше. Так и зачем, как говорится, зачем платить больше? Как говорится, стресс, такая огромнейшая проблема, которые, это мелочи жизни, из которых, собственно, состоит вся жизнь, это стресс, стресс и стресс. целыми днями только живешь в этом стрессе, они постоянно, общение с этими ненормальными людьми, общение в этих амтах, это такой стресс, эти рехнуги, постоянно приходится с чем-то разбираться, какие-то все время сложности создают, эти запреты, это такой стресс, ну реально. Постоянно на нервике, потому что люди болеют из-за этого, теряют интерес к жизни, депрессуют. Вот, я же говорю, я такой недепрессивный человек, я уже думала пойти с антидепрессантами, потому что я не могла, потому что там жить уже. Там еще свинцовое небо постоянное, вот эти тучи, знаешь, постоянные, эти дождей. У нас в Баварии, не могу сказать, ну да, до всей там есть, ну как сказать, не в погоде дел, то есть у меня не было из-за погоды переезжать. еще к этой серостью, все знают. Наверное, да, вот зима, особенно, меня уж очень много не дало, потому что... Грубо говоря, смотри, вот ты сейчас приехала к нам на район, да, вот где я живу, посмотри, какая красота, и ты видела вот этот белый наш храм, красивейший белый храм, с куполами, с золотыми крестами, радостно, на душе, приятно, да, а когда ты там, вот, когда ты в Германистане, у тебя вся вот эта готика вокруг шестнадцатый век, когда все коричневое и серое, да, и плюс еще свинцовый вот этот матрас. Знаешь, прикольно побывать, посмотреть, как люди живут, вот, ну, посмотреть вообще исторические какие-то памятники, и домой, и домой. Вот как с Испанией. Да. В Испании шикарно. Отдыхает, все замки посмотрел, виноградники, пляж, все. На озере Гардо в Италии, в Комо, красотища. Швейцария. Как вечер опускается, все. Тишина, бабки итальянские, ходят, вот, то есть, красиво одеты, очень ухоженные. Ну, ты же не будешь с ними общаться каждый день, ну, это значит же не будешь, поэтому, ну, ради чего там оставаться? И они с тобой вообще не будут общаться, потому что ничего общего у вас нет, просто, ну, не о чем поговорить даже. Поэтому, а здесь хорошо, вот, любой человек встречный, поперечный, любой, у тебя с ним много общего, ты можешь... Да, конечно. Общие темы за две секунды. Да, да. Особенно я вот хожу сейчас по организациям, я говорю, они там не всегда привет ли встречать, но я была к этому готова, потому что, во-первых, я сама из России, а во-вторых, ну, просто люди на нервах, там, я муж у них тысяча первая сегодня, да, а потом разговорившись, уже расстались с там лучшими друзьями, в конце концов. В Германии там тоже встречают, не сказать, что с расплесенными руками, я же говорю, когда язык плохо знаешь, там, стараешься улыбаться им, чтобы на тебя не так высокомерно смотрели, там, ха-ха-ха, лебезишь с ними, там, и так далее. Но они что-то сильно не смягчаются, потому что они другого склада люди вообще-то. Да, да, да. Разве нет? Не так? Да, да, так и есть. Но я давно для себя понял, что я не буду надевать эту маску клоуна, то есть я никогда вот, как ты говоришь, нет, я не подстраивался. Просто я еще сам себе веселый человек, и это мне легко как бы. Ты позитивная, молодец. А я был, знаешь, все время вот сам собой, я вот эту маску не надевал. Я вот на своем канале приводил несколько таких примеров, когда ты, типа, общаешься вот с компанией, с русскими ребятами, вы общаетесь, все-таки хи-хи-ха-ха, там шутки какие-то, разговариваете, приходит чей-то знакомый немец, все сразу переключаются, надевают маски клоунов, вот эти маски идиотские свои, начинают подстраивать, как будто у тебя нет акцента, начинают вот это подыгрывать. Вот этот акцент, это вообще, это все равно по нам видать, разве нет? Да, конечно, конечно, ну это и так выглядит по-ублюдски, когда люди делают вид, что они русские, а мы такие же, типа немцы, как вы, всячески подстраиваются, вы ублюдки, ну нельзя так делать, причем это не нравится никому, ни им, ни нам, никому. Да. Вот поэтому, ну жалко на самом деле, таких людей, которые потеряли свою идентичность, которые так дешево ее продали, просто ради того, что походится. Ты понимаешь только со временем, это понимаешь, не с первых дней пребывания за границей. Это да. Это да. Я говорю, никогда не начнешь сниться так свою родину, не побывав, не пожив там, не побывав, это одно, не пожив, не пожив в эмиграции. Это точно. Друзья, короче, возвращайтесь, кто может ходить, возвращайтесь домой. Конечно, подготавливайте документы, само собой, подготавливайте материально. Первое время вам ясно, что они дадут работу, и вы же будете заниматься документами, на это требуется время, там, 3-4 месяца. Вот на 3-4 месяца найдите себе, ну, подготовьте материальную базу, а потом идете работу. Пока сзади будет даже ВНЖ, уже можете приступать смело. Ну, найдете. В Москве полно. Кто ищет себя найдет, Вот, например, в Москве, вот, в Москве, пожалуйста, вакансии миллион. Главное, иметь хотя бы что-то. ты должен иметь или какие-то знания, да, и опыт работы, либо ты должен иметь хорошее, классное здоровье, да, либо ты должен иметь связи, либо деньги, то есть, что-то хотя бы одно. Навыки какие-то. Хотя бы что-то одно у тебя должно быть сильное. То есть, не просто так, что ты вообще, ну, всю жизнь ничем не занимался, и хочешь приехать в Москву и хорошо жить. Так не получится, да. Придется подстраиваться под систему, здесь конкуренция достаточно жесткая. Что-то одно у тебя должно быть сильное. Дело в том, что еще, ну, надо действительно быть, хоть какой-то обладать смелостью, чтобы взять этот шаг в конце концов сделать, то есть, переступить эту границу Российской Федерации и приехать, и вот и все. То есть, вот с этого начинается твой путь. Взять и сделать. Самое классное, это обмельдунок. для меня это был шаг. Когда я в Бергерамде, я обмельдовался просто, выписан, то есть, я просто там теперь не численный. Вот это был шаг, и для меня это... Потому что мне многие пишут, а вот, откажись от гражданства, типа. Которого нет. А у меня его не было никогда, типа. А я еще и выписался. Ну, так вообще, да? Поэтому это не страшно. Страшно это там прожить всю жизнь и потерять ее там. И страшно за потерянные года. Даже уже не месяц, не неделя, а года. И тут десятилетия. А глянешь, ты думаешь, а я ведь и не жил нормально-то. А из них так много там осталось. я и говорю, раз-раз уже и пенсия, а потом теперь пенсия вообще куда переезжать-то, Уже... А там остается, знаешь, что только остается, вот под конец скажу. Вот многие люди, чем занимаются, вот которые заходят у меня на канал и пишут всякие гадости, они чем занимаются? Они, вот весь остаток своей жизни в Германии, убеждают себя, что там хорошо. Вот они настолько в этот обман погружают. Ты прям говоришь моими словами. Они тоже самое, я тоже самое говорю. Они прям верят в это. А еще им очень нравится заходить на какие-нибудь либеральные каналы, типа там дождь или еще что-то. Вот про Россию, где плохо говорят. Типа что случилось, сводка происшествий, да? Да, вот они, чем в Чернуху, какую-нибудь гадость про Россию посмотреть, им это приятно становится, это их веру, вот этот самообман, в это... И они оправдывают свое вот это существование, в Германии оправдывают, этим успокаивают, что а там еще хуже, а там любые крокодилы и так далее. они даже здесь ни разу не были, что-то так говорить. Это да. Как говорится, фиш-пас, дамит. Говорится, кто в Москве не бывал, красоты не видал, и люди, которые живут в Германии, которые ни разу не были в Питере, в Москве, ну, о чем они могут судить вообще. Да, вот это и верно. Да, так что, ребята, приезжайте, пока, пока действительно, слава Богу, Россия всем рада, всем русским, да, ну, вообще всем, не только русским, мы сейчас в этих ходят, там все сидят, половина с паспортами Молдовы, половина с паспортами Украины, несмотря ни на какие события. Да, так я вот, когда документы себе оформлял, вот, я встретил в очереди, там, и мексиканцев, да, и немцы были, и израильтяне были, все вот оформляют русские документы, чтобы жить в России, вот так вот, друзья. Так что, друзья, заходите, посмотрите интервью с Анной, у меня на канале, целых два выпуска. Ну, все, спасибо тебе за ответы, пока.